Всем добрый вечер. Вам будет немного отсвечивать, потому что Аня надкусила стекло. Взяла телефон и надкусила стекло, поэтому может быть смазанная картинка. На фоне всех событий, на фоне всего, что происходит, чтобы отвлечь голову и чтобы как-то себя развеять, бабушка уговорила, пока папа на работе, приехать в зоопарк. Не знаю, попадем мы в зоопарк или нет, ну хотя бы чуть-чуть посмотрим. Весь манифак, что обойдем, потому что пока мы доехали до метро, пока мы электричку подождали 20 минут, это тяжело. Поэтому будем считать. Спасибо всем за поддержку, за помощь. Поэтому будем бороться. Не просьба, а просто обращение. Если мне когда-то в начале войны предлагали жилье в Киеве за коммунальный, если у кого-то есть такая возможность, или кто может на месяц, на два предоставить жилье за коммуналку или за минимальную плату, желательно, неважно где, но желательно, конечно, недалеко от института Рака, просьба, напишите мне на почту. Любые варианты рассмотрим, потому что решено все-таки туда поехать. Но решаем поехать. Насчет Германии, за границей, многие, кто с этим столкнулся, мне лично написали, что это будет не быстро, пока, если на бесплатной основе, пока мы приедем, пока нас оформят, пока возьмем направление, и что нетяжелые случаи, там не быстро лечатся, что на ПЭТ-КТ записаться там вообще проблематично, и что в основном те же лимфомы, которые успешно лечатся, доводят до последних стадий, и тогда, конечно, лечение жестче. Ну и смотрите, харьковчане, кто знает Харьков, пейзажи вам в ленту. Ну и не пишите мне просьбу, не писать, говорить, что я отлично выгляжу, что на раковую больную я не похожа. Ну, блин, я же еще не присмоти. Так что, вот так. Сейчас еще зоопарк попробуем поснимать. Ну, людей идет. Тьма. Тьма. Аня у бабушки на руках. А вон обезьяны, но они далеко. Аня не увидит ничего. Аня, уточки, да? Первые животные, которых мы близко увидели. Медведь вообще от нас далеко ушел, и пока мы больше никого не видели. А то, что за птичка, посмотри. Птичка, да? Птичку видишь? Ну, в зоопарк мы зашли и вышли. Вот идем просто гуляем по парку Шевченко. Наслаждаемся хорошей погодкой, теплом. Отлично. Все с детками гуляют. Обещают, что это последние теплые выходные. Поэтому все максимально стараются насладиться теплом. Так, ну пока видео будет вот такое. С затемнением. Что же с затемнением? Что видно? Сейчас игрушку подниму. Мы вот с такой игрушкой. Мы крабика от крестной потеряли, но крестная нам еще заказала. Итак, по поводу вариантов. Я хочу завершить видео тем, что почему прошу квартиру в Киев или зачем надо поехать в Киев. С тем, что по международным стандартам и протоколам все лимфомы требуют именно ПЭТ-КТ. Не буду вдаваться. Я сама не сильна в этом. Но суть в том, что эти аппараты показывают именно активность лимфоузлов. То есть лимфоузлы могут быть большие, их может быть много. Но именно ПЭТ-КТ покажет, они вообще принимают участие в лимфоме. Или это обычные узлы, и они не угрожают здоровью. Для чего это надо? После лечения, после химии все активные узлы и вообще узлы все оцениваются и смотрятся, есть пик активности или нет. Плохо вам видно. На КТ с контрастом, на обычном КТ, это не показано. То есть, грубо говоря, были большие лимфоузлы в химию. Да, собачка. Прокапали. Сейчас папу идем. Химию прокапали, узлы уменьшили. Все они вроде бы стандартные. КТ сделали с контрастом. И все. И на этом лечение прекратилось. По факту, через полгода, например, случается рецидив. ПЭТ-КТ показывает активность. И вот пока эта активность не будет прекращена, настолько длится лечение. ПЭТ-КТ есть только в Киеве, в институте рака, в клинике Феофания и еще... В Лиссоне. Блин, частная клиника. Не помню. Везде это платно. То есть, ПЭТ-КТ бесплатного нет. Я сегодня писала в специальную организацию. Девочки-объединение, которое победили лимфому. И вот они мне сказали, что бесплатного нет вообще. И самое дешевое, это при институте рака 15 тысяч гривен. Я смотрела в Феофании. В Феофании 18 тысяч гривен. Не знаю, нужна предварительная. Записи не нужна. И еще, в чем у меня вопрос возникает. Лечение в Харьков. Если кто знает, напишите ответ. Например, в помирках или в институте радиологии. Но в институте радиологии, я думаю, точно нет. Если вообще работают с костным мозгом. Потому что это очень важный анализ. Так вот, я как понимаю, могу ли ошибаться. Что до того, как ударят химией, работают с костным мозгом. Задет он, не задет, неважно. Его как-то сохраняют. И не дай бог, если химия не срабатывает. Это маленький процент. Если возникает резистентность. Если возникает рецидив. То используй твой костный мозг. Он должен помочь. И есть вторая технология. Это, конечно, пересадка от донора. Это баснословные деньги. Я смотрела, это 2 миллиона с копейками. Сейчас в Украине. Так вот, я лично читала и смотрела, что в Харькове, по-моему, с костным мозгом не работает. Вот я хочу съездить к онкологу, уточнить некоторые нюансы. Может, пока будут брать, да, Аню, да, биопсию. Чтобы не терять время съездить на ПЭД в Киев. И сделать ее. Но и потому, как я буду врачам задавать вопросы и слышать на них ответы, понять, стоит ли тут работать или нет. Потому что девочки мне ответили, специализируются на лимфомах. В Украине 2 учреждения. Это Киевский институт рака. И, по-моему, Черкасский. Все. Ни Харьков, например, ни Одесса. Я читала еще Ивано-Франковск. Не упомянут. Ну, вот так. Вам размышления. Просто размышления. Я, наверное, на адреналине не могу днем с малой спать. Хотя это плохо. Хочется что-то сделать максимально. Ну, и надо вылезти с интернета, честно. А то сильно умная я стану. Да, собак? У нас тут друг, смотрите. Потеряли две игрушки, когда гуляли. У нас Анюта в коляске. Тьфу-тьфу-тьфу. Хоть как-то стала ездить. Ах, коляска сломалась. Это закон подлости. Так вот. Мы потеряли нашу обезьянку, с которой мы ездили. И крабика. Обезьянку мы нашли... Да? Мы застреем. Тут такие дороги. Обезьянку мы нашли через два дня. Она лежала на пороге частного дома. Ее кто-то так аккуратненько положил. Мы в надежде ходим по этой же дороге, чтобы найти крабика. Но крабик был яркий, красивый, музыкальный. Наверное, его кто-то забрал себе. Ещё раз спасибо вам за поддержку. За понимание. За финансовую помощь. Кто отправил донат. Ещё официально, да, я сборы не открываю. Хотя вы видите, что... Даже на старт лечения необходимо очень много, чтобы поставили диагноз. Я не знаю, что делать людям, если вообще ни копейки денег нет. Теоретически можно, конечно, ругаться. Поругаться там, поругаться там. Сказать, что за фонд при биопсии. Но понятно, что никто этого делать пока не будет. Ладно, всем хорошего дня, хорошего вечера. Подписывайтесь на канал. Канал будет, наверное, менять свою направленность. Хотя пока буду максимально жить. Пока то, пока сё, пока биопсия. Всё, до свидания.